Мировая мотообщественность Конечно, не пластиковая ракета. Смотрится сурово. Дизайн идет в разрез с общепринятыми нормами. Длинный фальшбак, низкое седло, карбоновый панцирь. Хотя последний, наряду с 240-мм задним колесом и декоративными точенными крышками двигателя тюнинг. Но тюнинг официальный, и пусть все это стоит почти столько же, сколько сам мотоцикл. Внешность непередаваема харизматична. А главное, экстерьер кричит о мощи мотора. Кажется, что этот байк скроется из вида, оставляя огненные полосы на асфальте. Я проверил. Огня не было. Но крутящего момента в безмалого 1700-кубовой V-образной четверке столько, что на первых трех передачах можно сорвать заднее колесо в глубокую пробуксовку при неаккуратном использовании рычага сцепления. Разгон великолепен. Нет, к сожалению, это не спортбайк. Это тяжелый длиннобазный мотоцикл. Секундомер не обмануть. Но сколько эмоций. На старте пробуксовка, затем мощный пинок под зад, и водитель вместе с байком летит, словно снаряд из пушки. При этом очень стабильно. Никаких пугающих вилле, никаких рысканий. Четко по заданной траектории. Очень впечатляет. Мотор великолепен. Везет сколостых и до отсечки на любой передаче. Хотя разгоняться дело нехитрое. Остановиться потом не всегда получается. Конструкторы знали об этом, поэтому на V-Max спереди два диска по 320 мм и шестипоршневые суппорты. Да, он останавливается почти так же мощно, как и разгоняется. Да и АБС позволит избежать неприятностей. А вот с поворотами у этого брутального монстра получается значительно хуже. Вернее, получается, но на невысоких скоростях. Быстрые перекладки и затяжные дуги — это не стихия V-Max. Его амплуа — бешеный разгон. Так что держитесь за руль крепче.